Всем привет, меня зовут Мария, и я являюсь преподавателем онлайн-школы программирования Pixel. И в этом уроке мы с вами разберем, как добавить музыку в свою игру. Открываем Unity. Нам потребуется 4 звука. И давайте создадим такую систему, что по кнопке будет воспроизводиться каждый отдельный звук. Давайте создадим Canvas. И на Canvas создадим 4 кнопки. Создаем кнопку. На ней поменяем текст. В компоненте Text меняем текст кнопки. Например, напишем One. И далее, чтобы не создавать снова кнопки, мы просто их дублируем с помощью клавиш Ctrl-D. И с помощью инструментов Move мы перемещаем чуть ниже предыдущей. Выделяю все кнопки с помощью клавиши Shift и перемещаю их на центр экрана. Также могу заменить здесь текст. Теперь создадим скрипт. Правой кнопкой в окне проекта Create C-Sharp Script. И называем его Sound Manager. Чтобы воспроизводить звук в нашей игре, нам понадобится несколько компонентов. На Main Camera по умолчанию всегда установлен аудиослушатель. И теперь давайте создадим пустой объект. Назовем его также Sound Manager. И на него нам нужно добавить компонент Audio Source. Просто в поиске напишем Audio. И тут у нас будут все нужные нам компоненты, которые связаны с звуками. Но нам нужен именно Audio Source. Добавляем его. И теперь приступим к написанию скрипта. Двойным кликом открываем скрипт. И так как у нас несколько звуков, создадим массив Audio Clip. Для этого пишем Public Audio Clip. Ставим квадратные скобки, что означает массив. И даем ему название Clip. И также создаем переменную Audio Source. Public Audio. И даем имя, к примеру, A. Тут нам не понадобятся функции Start и Update. Поэтому мы их удаляем. И создаем собственные функции, которые потом назначим кнопкам. Пишем Public. Void. И даем свое название, например, OneSound. Вставим круглые скобки, фигурные скобки. И у нас получилось создать свою собственную функцию. И теперь давайте ее продублируем. Скопируем Ctrl-C. Ставим Enter. И вставляем. И здесь меняем название. Также, например, на второй. Третий. И четвертый. В каждой кнопке будет своя функция. Теперь здесь нам нужно включать ту или иную звуковую дорожку. Для этого мы пишем A, то есть переменная нашего Audio Source. Дальше мы пишем клип, что обращаемся к музыке, к воспроизводимому клипу. Далее пишем название нашего массива. Также клип. Давайте лучше его заменим, чтобы не возникало путаницы. Давайте клип поменяем на Sound. И дальше здесь пишем имя нашего аудиоклипа. Sound. И в квадратных скобках мы будем указывать номер элемента массива нашего звука. Например, 0. Ставим точку запятой. И дальше мы должны его проигрывать. То есть включать. Для этого мы пишем также A, переменную нашего Audio Source. Play. И круглые скобки. И ставим точку запятой. Дальше мы можем просто так же скопировать и вставить это в остальные функции, поменяв только номер. 1, 2 и 3. Сохраняем и переходим в Unity. Теперь этот скрипт переместим на наш объект SoundManager. И вот здесь у нас массив. Мы его открываем и пишем размерность массива. У нас 4 звука, так что будет 4 элемента массива. И теперь нам нужно добавить вот эти звуки вот сюда в пустые ячейки. Перемещаем. И наш Audio Source. Он у нас находится на SoundManager. Поэтому мы из иерархии перемещаем его вот сюда. И теперь что у нас получается? Что музыку вот сюда будет подключать вот этот скрипт. То есть он будет подгружать, в зависимости от того, на какую кнопку мы нажмем, он будет подгружать вот эти звуки вот сюда. Сейчас мы запустим и как раз таки все это увидим. Теперь нам нужно на кнопке назначить функции. Для этого я нажимаю в иерархии на первую кнопку. И в окошке OnClick ставлю плюс. Далее я перемещаю тот объект, на котором у нас есть этот скрипт SoundManager. Перемещаю его в пустое окно. И выбираю ему функцию. OneSound. Также делаю со второй. Также нажимаю плюс. Перемещаю SoundManager объект. И выбираю функцию уже следующую. Третью. Все то же самое. SoundManager. И теперь запускаю. Сейчас в иерархии выберу SoundManager, чтобы мы видели, как меняются здесь аудиоклипы. Нажимаю One. У меня проигрался звук. И вот сюда в аудиоклип подгрузился как раз таки первый наш звук. Нажимаю на вторую. Проигрался звук. И сюда он подгрузился. Также с третьим. И с четвертым. А на этом все. Чтобы глубже разобраться в Unity, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok